Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу показать вам в деле 7 продуктов из моего заказа с распродажей на сайте Beauty Home. Я не сотрудничаю с сайтом Beauty Home. Это был мой первый заказ на этом сайте. Просто я не смогла пройти мимо такой огромной распродажи, где большинство товаров было от 49 рублей. Все 32 средства я показывала близко и показывала свочи на руке. Кто не видел этот ролик, кому интересно, я оставлю вот здесь, перевернутым восклицательным знаком. Это подсказки на параллельные темы. Сегодня мой макияж выполнен практически весь с помощью средств, которые я приобрела на этом сайте. Ну, конечно же, первое это тональное средство от Essence. Такая компактная, long lasting, compact make-up. У меня она в номере 20. Честно говоря, я думала, что это средство для меня будет темновато. Вот смотрите, оно подстраивается, как ни странно, под цвет лица. Да, и весь макияж я выполняла при дневном свете. Чтобы вы могли посмотреть на реальные цвета. Ведь не всегда же так получается, что вы краситесь вечером и выходите вечером. А макияж я сегодня сделала как раз такой, ну, более интенсивный. Вечерний, вечерний свет и камера съедает частично макияж. Яркость его убирается. В дневном свете вы увидите, что это довольно интенсивный, яркий макияж. Конечно же, я подготавливаю свое лицо. Наношу какой-то увлажняющий крем или базу. Ну, не силиконовый, обычный абсолютно увлажняющий крем. Для того, чтобы свойства этого тонального средства были очевидны для вас, подчеркивает оно шелушение. Или не подчеркивает, забивается в складочке или нет. Поэтому ничего такого силиконового на моем лице нет. Я пробовала вначале его наносить кистью, как вы видите. И результат мне не очень понравился, так как оно каталось и полосило от кисточки. То есть оно довольно густое. В итоге я увлажнила спонжик, который вложен в это же средство, во вторую часть этой коробочки. Кстати, очень удобный оказался спонжик. Он неплохо разносит макияж. И в итоге я полностью нанесла и под глаза, и на все лицо. С помощью вот этого спонжика это тональное средство. О результате судить вам я сняла все близко, чтобы вы могли видеть все недостатки кожи. Замазывает, не замазывает и так далее. Значит, мне понравилось, в принципе, покрытие. Оно не очень плотное, кстати. Для тех, кто думает, что вот такие вот средства, это просто безумный термоядерный такой очень плотный макияж. Нет, на самом деле нет. То есть я делаю вывод, что да, им можно пользоваться. И на один тоже в том числе им можно пользоваться. И тон 20 вполне нормален для меня. С желтым подтоном у меня кожа. В принципе, оно мне понравилось. Такое кремовое, подтону отстраивается. Должна вам сразу же сказать, что недавно я использовала кислоты, поэтому кожа у меня суховатая. И вот это средство, этот консилер, он у меня в тоне 10. Поскольку вот это компактное тональное средство не имеет большую плотность покрытия и не убирает красноту, например, вокруг носа, подбородки и синяки под глазами, я решила использовать дополнительно вот этот самый консилер. И он очень густой. Ребята, ну настолько густой. И такой, я бы сказала, такой полупорошковый. То есть он для жирной кожи. Я постаралась поближе к вам в камеру, чтобы вы видели, как моя истрадавшаяся сухая кожа реагирует вот на такой консилер. То есть каждая шелушинка, каждый вот, любой абсолютно вот кусочек неровности какой-то на коже, он виден вот с этим консилером. Поэтому если вот это средство не подчеркивает шелушение, то вот этот консилер очень сильно подчеркивает. Но зато для жирной кожи, я думаю, будет отлично. Он матирует, он действительно плотный, он убирает синячки под глазами, поскольку под глазами никаких шелушений у меня нет, только вокруг носа. Поэтому под глаза синячки он, ну так, чуть-чуть подмаскировал. Много я, как вы знаете, не наношу под глаза. Просто вот такой был у меня эксперимент. Далее я решила попробовать вот эту скульптурирующую палетку от Essence. Light Up Your Face, Luminizing Palette. У меня она в 10 номере. Самый светлый, насколько я понимаю, вот этот скульптор мне понравился. Сейчас он у меня под скулой. Слегка овал лица подкорректирован. Чуть-чуть буквально вот сюда под кончик носа и по бокам. Много по краям лба для общей гармонии в цвете. Мне это средство понравилось. Однако оно, конечно, очень слабо пигментировано. Я думаю, оно очень быстро закончится, потому что вот я им один раз воспользовалась, и уже весь вот этот аэрограф красивый, да, вот это нанесение, оно уже стерлось. Поэтому я думаю, что надолго, конечно, этой палетке не хватит. Но плюс для нас с вами, непрофессиональных визажистов, в том, что им невозможно поставить какое-то пятно, которое очень трудно потом растушевывать. Вот смотрите, как ровный, какой ровный переход. Я взяла абсолютно обычную кисточку No Name, никаких особенностей, не дорогую какую-то, самую простую, довольно плотную набитую кисточку, ну, мягкую. И вот прекрасно все растушевалось. Ну, как я думаю, что, в принципе, вы его даже и не увидите у меня на скулах. То есть он очень хорошо корректирует, прям растирается в дымку, очень-очень естественно натурально. То есть вот этот день, идеальное скульптурирование. И вот эти два средства на вечер. Теперь следующим хайлайтером, вот в таком более уже кремовом, таком бежевом оттенке, я воспользовалась в качестве румяна. И нанесла его на яблочки щеки и как бы чуть-чуть еще продлила вот сюда. Он, конечно, светящийся. Фактически он заменяет и хайлайтер, и румяна. Там и светлый вот этот хайлайтерный такой, да, оттенок. И я положила наверх под бровь, для того, чтобы немножко усилить свечение, чуть-чуть приподнять бровь. Цвет этот приятный, однако он очень сильно светится. Обратите на это внимание. Использовать, я думаю, его можно только при вечернем макияже. Однако, если у вас ярко выраженные морщинки, вот так прямо лучиками идут вокруг глаз, вам нельзя использовать хайлайтер. По крайней мере, в тех местах, где есть эти морщинки. То есть можно воспользоваться под бровью, можно выделить галочку, можно здесь, если опять же нет морщин. Еще такой трек, я видела, его используют профессиональные визажисты. Когда они действительно все-таки при возрастном макияже используют хайлайтер, что они делают? Они как бы слегка натягивают кожу и потом уже наносят хайлайтер. То есть в том месте, где есть складки, чтобы они расправлялись, и чтобы туда частички подсвечивающие тоже попали. То есть, собственно, эти складочки видны только за счет того, что подсвечиваются только вверх, а внутри складка не подсвечивается. Затемнее, получается, что вы выделяете свои морщины хайлайтером. Так что с этим аккуратнее, либо используйте его правильно. Тем же самым бежевым, очень красивым и естественным матовым оттенком из этой палетки я скульптурировала форму глаза, выделив немного складочку века. Глаза я оформила с помощью вот этой палетки номер 2 Essence Contouring Eyeshadow Set. Что я хочу про нее сказать? Очень сильно перламутровый, вот этот светлый цвет, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны. Я нанесла его, как вы видите, вот в уголочек сюда глаза. И, соответственно, все остальное веко заполнено вот этим темным оттенком. Таким образом, уголок глаза внутренний полностью оформлен светлым оттенком вот из этого набора. И, соответственно, все остальное веко заполнено вот этим темным оттенком. Показываю вам уже полностью весь макияж. В процессе у меня отключается камера периодически. То исчезает свет на улице, то появляется, то есть легка буквально солнышко, то нет. Поэтому какие-то продукты вы видите, как работают в нанесении, какие-то уже в итоге. Вот этот темный цвет, он не очень хорошо тушуется, ребята. Я замучилась с ним, честно говоря, растушевывать. Я хотела без подложки их нанести. Ну, просто чтобы эксперимент был абсолютно чистый. Он не тушуется совсем без подложки. Ну, то есть тушуется, ну так, пятнышками, конечно. Я показывала вам вот с такой же палеточкой в номере 01, как оформляют в театре нависшие века с помощью не перламутровых теней. Для кого это интересно, посмотрите, пожалуйста, тоже вот здесь вот под восклицательным знаком оставлю вам ссылочку. Покупала я ее, насколько я помню, в магазине Подружка не Beauty Home. Около, по-моему, 200 рублей. Здесь же она была 49, поэтому не могла не купить. И вот за эту цену, конечно, эта конфетка, даже в том случае, если придется чуть-чуть помучиться с растушевкой, мне эти тени понравились. Конечно, при дневном свете это выглядит ярко, это прям почти такой смокеайз. Ну, и, естественно, стрелки я уж не стала добавлять, и так все вполне ярко было, на мой взгляд. Единственное, ну, я затемнила область ресничную вот этим же самым оттенком. То есть я его просто более плотно положила вот такой полосочкой по верхнему уровню ресниц. И спустила вот сюда чуть-чуть вниз. 15 ноября мне исполнится 44 года. И считаю, очень яркий макияж в этом возрасте неуместным. Даже при условии того, что я выгляжу чуть моложе своего возраста, все равно при макияже глаз я выбираю либо темные тени, и на этом все. Либо тогда тени чуть светлее, и тогда я могу сделать стрелку. То есть смоки-смоки, черные смоки я не делаю. Карандаш в 0,6 номере. Силки Ньютон называется. Очень-очень красивый карандаш, который, вот видите, он такой оттенок имеет натуральный абсолютно кожи. И при нанесении на слизистую он абсолютно сливается с кожей и выглядит очень естественно. Для меня это абсолютное открытие. Вот такой цвет карандаша мне нравится больше, честно говоря, чем белый, так как он менее заметен. И при дневном свете, как вы видите, более ярко видно этот карандаш. Да, он очень натуральный, естественно смотрится, когда глазки немножко проморгаются, его практически незаметно. Он так осветляет взгляд, делает взгляд более открытым, более, я бы так сказала, нежным, ну и более свежим. Если вечером я иду куда-то после работы, уставшие, глаза немножко красные, то я использую вот такие средства. Это средство не с распродажи Beauty Home, я просто его заказывала за полную цену. Еще чем я воспользовалась, это я решила вот такой контурирующий, да, двойной карандашик от Essence Contouring Eye Pencil. С одной стороны у него перламутровый такой жемчужного цвета оттенок. Этот карандаш в тоне 0.1, то есть это самый светлый. Томная часть вот этого карандаша прекрасно подошла мне лично для оформления бровей. То есть она не рыжая, она с таким оливковым подтоном, вы можете видеть близко, да, я сняла в дневном свете, вы можете видеть, как это выглядит. Следующее, чем я воспользовалась, это вот такой вот помадой, сейчас она кажется очень нейтрального оттенка. При вечернем свете, вот чуть-чуть добавила, чтобы была поярче, совершенно незаметно, но практически. При дневном свете, посмотрите, она довольно яркая, это блеск. Это номер 37, Miss Watermelon. У меня довольно яркий тон губ, сам по себе такой темный, поэтому на моих губах он не арбузный, хотя название у него Miss Watermelon. И объемных блесков от Essence XXL Shine. Я не вижу, чтобы он прям как-то очень сильно сиял, то есть здесь нет перламутра, здесь нет блесток. Тушь я использовала свое, потому что просто хотелось, честно говоря, сократить это видео. В следующий раз мы обязательно используем с вами тушь от Гош, которая была в этом заказе. Такой макияж у нас сегодня с вами получился с помощью 7 новых сред. Надеюсь, это видео кому-то поможет сэкономить или просто правильный выбор сделать, выбрать именно тот цвет, который вам нравится. И при дневном, при вечернем свете я сегодня вам все показала, что могла, по крайней мере. Спасибо большое, что вы были со мной. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик вот здесь наверху, чтобы не пропускать мои новые видео. Я рада всегда быть для вас полезной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!